МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В памяти семей – история всей Айчины. Мазырский педуниверситет выпустил книгу «Дети войны». А сейчас об этом и иншим больше подробно. Наступный 2024 год в нашей стране обвещаны годом якости. Отповедный указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Это решение принято в метах дальнейшего повышения якости життя белорусского народа. Забеспечение конкурентоздольности национальной экономики на сосветной арене. Стимулирование инициативы формирования у громадства отказности за выники своей працы и почуття дочинения до будущей некраины. У рамках года якости будет сделан акцент на повышение конкурентоздольности Беларуси, прозбиражливые и продуманные относительно до ресурсов, реализацию высокотехнологичных и энергоемистых проектов, приоритет якостных показчиков над колькосными. Намагания будут сконцентрованы на забеспечении якостных показчиков, шляхам стимулирования инициативы, укоронения рационализаторских идей, умоцывания у громадства социального оптимизма и мкнение працевать на огульный добробит. Приоритетную увагу плануется удалить формированию громадян особистой отказности за досягнение высокой якости життя, достатковый узровень дохода, своечасовая диспансеризация, здоровое харчевание, добрая эдукация, культурный, вольный час. Гомельскую область на дворье поклала на лопатки. Коммунальные службы города с вечера недели переведены у круглосуточный режим працы. Об наступствах снежной буры расскажет Владислава Супруновская. Моцные опадки и снежные заносы стали причиной выхода со строя как громадского, так и особистого транспорта. Автомобилисты, которые не поспели переобуться на зимовые шины, застали себе сбройной перестахией. Циклон заспел с Ненадской и Константина Зайца. Мужчина откладал на бытие сезонной гумы до конца месяца. Убачить зранецы замест своей машины сумет, автомат не чекал. Працует далеко, тому пришлось брать отгул. Планировал съездить, поменять резину, но не успел, не получилось. Не ожидал, что сегодня будет настолько много снега. Поэтому сейчас прогреваю машину, поеду на шиномонтаж ближайший. Работники коммунальных служб переведены у круглосуточный режим працы. В первую очередь упор на расчистку дорог и тротуаров. Работы ведутся на дворовых территориях. Главная задача – створить сприяльные умовы для перемещения пешеходов и водителей. Зима уступила у своей правой, синоптики загадя объявили об аранжевом узровненне безопасности. Тому гида не стала ни шаканностью для дорожных служб. Сейчас за день на коля 400 работников. На уборце областного центра от снегу занята специализиванная техника протягнутой машины организаций и предприятий. Работает 126 единиц техники, 406 человек личного состава, использовано 486 тонн песко-соляной смеси. Проводилась первичная обработка песко-соляной смеси. При поступлении и дальнейшем снегопаде началась обработка звеньями, то есть очистка звеньями в каждом районе. Сейчас в настоящий момент работа продолжается. Супрацовники Держа-Аутоинспекции оказывают допомогу специализованной технице. Так, зараз в городе заделены четыре экипажа, которые сопровождают снегоуборочные машины. Да и нагадывая водителям правила безопасности на зимовых дорогах, что позволит избегнуть заносов и аварийных ситуаций. Одна из них отбилась в Добрыжском районе. По возможности, конечно же, желательно отказаться от управления транспортом и уже придерживаться общественного транспорта. В случае острой необходимости, конечно же, на дороге мы максимально внимательно отказываемся от резких движений, соблюдаем безопасную скорость, боковой интервал и дистанцию. Отказываемся от любых необдуманных маневров, которые могут повлиять на исход движения. А кроме ГЭТА, одним из первых на допомогу пожилым людям вышли волонтеры и наученцы. У первую чергу молодь прибирают снег у дворах домов одиноких пенсионеров, людей с обмежеванными физическими махчимостями, ветеранов Великой Айчиной войны. Зараз по всей области протягивают працу молодежных гарачей линии допомоги. Заявку можно покинуть у территориальных комитетов БРСМ. Это и правда благое дело, помочь ветерану, которому и правда тяжело выходить на улицу, в магазин купить что-то. На душе облегчение, да, как будто ты помог человеку, который тебе, который раньше для твоей родины старался. Молодежь всегда должна быть новатором, инициатором и постоянно предлагать добрые идеи. Не зря у нас волонтерское движение одно из направлений деятельности Союза молодежи, которое говорит, что мы добровольцы. По водле прогнозу синоптиков по всей Гомельской области складанные умовы на дворе заховаются. На особенных участках дорог чекается гололедеца. У Владислава Супруновская, Василий Сюбцов, Телерадо, компания «Гомель». Не пахать поплывала на расклад авиарейсов. Самолет «Белавия», который должен был вылететь сегодня из Москвы в Минск в 10.05, 27 листопада отправился в 11.11. Это не один рейс, который затримался на фоне снегопада. Гомельский аэропорт, по кольому, работает в штатном режиме. Идет уборка снега. Завтра ждет самолет из Москвы, когда на дворе не унесет коррективы. На данный момент Гомель готовы стать запасным аэродромом для национального аэропорта Минск. И при необходимости принимать рейсы, которые накироваются в белорусскую столицу. Авиакомпания «Белавия» напереда не попередживала, что могут быть смены в раскладе рейсов на московском напрямке. Гомельский вагонобудовничий завод освоил модернизацию снегоуборочных комплексов. Машины были набиты для обслуговывания стальовых магистралей еще в советские часы. Термин капитального ремонта подошел одночасово для усяго парка. Звычайно, такие комплексы складаются с некольких секций – головной, промежковых и концовой. Принцип працы просты. Головная секция, заграбая снег, передает у промежковые, а концовая – размерковая его по боках. Продугледжена эксплуатация техники в несприяльных умовах надворья, что в большинстве случаев приводит до коррозии металличных элементов. В среднем термин ремонта варьируется от 3 до 4 месяцев. Модернизацию начали летость. Обновили первую снегоуборочную машину. С начала этого года обновили еще три. Это стоит третья литская машина. На следующий год у нас также запланировано три машины отремонтировать. Машины по путям убирают снег, также можно использовать для уборки мусора. То есть минимальная высота загребания у нее 100 мм, максимальная – 800 мм. Ремонт такой техники в Украине не выполняют больше ни где. Только белорусская чугунка имеет потребу в обновлении 12 подобных одинок. На Гомельском предприятии готовы принимать заказы и от замежных чугунок. Крок за кроком до великой перемоги. Сегодня, в 80-ти годе, со дня вызволения отпрыгнет у ворога, святкуются в Будокошалевске, Чачерске и Светлогорске районы. Данину памяти за водор свободы отдали у кожным куточку районов. Об тяжким шляху боротьбы за родиму и бесконцей удяшности за мирное небо – материал наших корреспондентов. 14 жюня 1941-го кожный жахар Будокошалевского района ведая, як дату, якая принесла катаванні слезы и кровь народную землю. Миновито жарким летним днем район оказався у крывожерных руках ворога. Увесьця жар военного лихалецца лег на плечи мирных жахаров. Фашисты не видели такого слова, як сумление тому рабовали усе, что попадало им на вочи. Поборы супроводжались репрессиями и каральными экспедициями. Несколько раз звучало о количестве, большом количестве, 11 тысяч человек, которые ушли на фронт и воевали по всему Советскому Союзу. 9 тысяч с них не вернулось. 1700 человек были замучены здесь, на территории нашей Будокошалевщины. К сожалению, остался только один участник Великой Отечественной войны. В нашем районе проживающий новичков Александр Федорович. Честь и фала людям, которые отстояли и нашу независимость. Куда больше красомона, чем сухие личбы, гучать успамины жахаров района, переживших страшные годы. До прикладу во Уваровичах колыхалася и стонала земля. Миновито там, местовых жахаров немецкие зверы закопали жилцом. Але Будокошалевцы не стали на колени, яны всеми силами наближали день вызволения. И 80 годов тому той день настал. День, дякуючи якому сёння на полной груди можно вздыхнуть водор свободы. Глядя на то, что сейчас происходит в мире, мы видим, насколько может быть искажена наша история. Насколько это всё забывается, потому что поколения всё новые и новые сменяются. И мы уже можем через несколько десятилетий потерять вообще нашу память, нашу историю. И забыть о том, какой подвиг совершили наши родители, дедушки и бабушки. Снежный Алис святочный сёняшний день и для жихаров Чачерщины. Дарья Киселёва историю военных годов выбрала як навуковый ориентир. Девчина разумеет, что миновито молодь отказывает за захованье и передачу такого важного скарбу, як память о подвигу наших вызволителям. Моя работа была посвящена астербайтерам Чачерского района, людям, которых угнали с Чачерщины в Германию на принудительные работы. Было угнано огромное количество людей, 1379 мирных жителей. Я считаю, что это также важно для сохранения исторической памяти, потому что нельзя забывать такое. На замковой горе здесь сегодня дают данину памяти похованы свыше трехсот воинов и партизан, поклавших свое життё за свободу родного краю. Тут спочивает советская журналистка Лилия Карастоянова. И она прибыла в партизанский отряд Фёдорова в конце 1942 года. А в начале лютого 1943 года, подчас бою, в Вёсце-Будзище Чачерского района, ворожая куля оборвала життё патриотки. Этот праздник важен для всех нас. Поколения должны помнить предков, которые подарили нам мирное небо. В том числе и чачеряне должны чтить и помнить этот праздник. Он для нас очень важный. Террор, массовые расстрелы и разбой пановали на территориях оккупированной Чачерщины. У шляху до свободы свои головы сквали тысячи человек. Кали почалася ліквідация яурейского насельництва, это для невинных были створены и в Чачерску. Чачерская ратуша – это не просто помник архитектуры. У военные годы ее подвал стал справдной катавальней для яуреев. Эти стены просякнуты болем и кровью невинных людей. Миновата с этого места на смерть было выведено больше 500 человек. Светкование 80-ти годов вызволение у Светлогорску починается с пропоновой удельника мурачистостей принять удел у фэш-моби и выконать попуры из военных песнях. Место проведения – чагуночная станция, выбрана невыпадково. Ранецей 27-го листопада тут почался опошний бой за вызволение населенного пункта. Тады еще везки шатилки. Гэта был бойный чагуночный вузел на лініи Жобин-Калинковичи, який ворог сдавать не збирался. Наступление начиналось 24 ноября, и уже была практически южная часть шатилок освободена, но не давало пройти солдатам нашим частям 65-й армии именно железнодорожная станция. Бой длился более 4 часов за станцию, и уже к 16.30 27 ноября населенный пункт шатилки был полностью освобожден. На территории города Светлогорска в 8 братских могилах захоронено почти 1000 человек. У братской могиле каля чагуночного вокзала похованые каля 400 человек. В уголе при вызволении Светлогорщины загинули каля 20 тысяч бойцов Червоной армии. У журботным памятным списи района так само свыше 4500 человек, які не вернулись с фронтов, и больше за 5000 мирных жихаров, які загинули подчас карных операций. Целком разбуренными оказались 40 населенных пунктов. У Тымлику вёска Алла, где зараз открытый мемориальный комплекс. У Светлогорску добро памятают свою историю, без подзвиха протка не было б сучасного. У ближайших планах открытие ледового палаца и будовництво лыжа Ройлерной трассы. Сярод новых промысловых объектов, по сути, новый завод на целеозно-кардонном комбинате. Производство крафтмешочной бумаги, которая реализуется на ЦКК, это уникальное производство для нашей страны. У нас в стране не производится такая бумага, вся она закупается за рубежом, поэтому такое производство позволит полностью закрыть потребность в нашей стране по изготовлению из этой бумаги уже пакетов и других необходимых для потребителей упаковок. Мы живем под мирным и счастливым небом, дякуючи пролитой криви советского солдата. И сегодня празд 80 годов история пераконвая, что перемогчи ворога у открытым бои недостаткова. Потребны и у мирные часы заховать с добытки великой перемоги. Татьяна Пемененкова, Олег Синцюров, Игорь Марышченко, Сергей Калацей, телерадио «Компания Гомель». Сегодня исполняется 115 годов с дня народжения Федора Павловского, герой Советского Союза. Один из первых организаторов и руководителей партизанского руха в Беларуси в годы Великой Айчиной войны и в приватности на территории Октябрьского района. На рахунку легендарного камбрыга и народных мстилцев, его подначалиных множество боевых операций, диверсий, удочинений до Дальмецка фашистских оккумпантов и их прислужников. Командир бригады и родовые партизаны были на больнице для иншаземных захопников и практически не ведали поражения. На 77-м годе пошел с життя журналист больше, как по вековым стажам. Публицист Миколай Гулевич каля 40-ка годов працавал на посаде головного редактора газеты «Сельмашевец». Его сердце перестало биться 24 листопада. Народился у вёс Сырудня Чачерского района. Скончил Белорусский институт инженеров чугуничного транспорта «Тяпер Белдут». Працовный шлях починал наставником математики. Затем у Чачерской районце трибуна коммунизма. Шматыражцы сигнал у Гомеле. С 1974 по 2015 годы працавал у газете «Сельмашевец». Большую частку термину головным редактором, отзначенный шматликими узнагородами. Миколай Гулевич выховал не одно поколение журналистов. Он открыл для меня путь в журналистику. Он умел влюблять в эту профессию своим отношением к этой работе. И те люди, которые работали с ним, заряжались этим, заражались от него в хорошем смысле слова. И любили эту профессию. Это действительно глыба отечественной журналистики. Для меня учитель с большой буквы. Безмежно улюбленный у справу сего життя для многих своих коллег Миколай Гулевич стал наставником. И он застанется прикладом профессионала высшейшей пробы. Человека мудрого и сумленного. По-соправному светлого душой. Коллектив у телерадой компании «Гомель» приносит щирое спочувание родным и близким. Змены и новоуядений плануются у платным навучаний. Министр адукации Андрей Иванец поведомил об махчимости повышения цен. От 3 до 15% у залежности от специальности. Кожный ВНУ принимает решение самостоинно. Еще одна особливая сегодняшняя студенты-платники не будут отпрацовывать размеркование. Змены об обовязковой отпрацовцы закрануть только тех, кто поступит во университеты альбо колледжи после уступления усилы этих нормов. Поэтапно будет повеличенный набор на бюджетную форму навучания по направлениям медицины, педагогиха, агропромысловый комплекс и инженерные кадры. У памяти семей история усей Айчины. Мазырский педуниверситет выпустил книгу «Дети войны». На сторонках выдания успамины 17 светков падей Великой Айчиной. Кожная глава книги – это история особной советской семьи, якая пройшла прозвыпробование с оправдным пеклом. Блокады, массовый голод и концлагеры. Падеи 41-45-х годов на папиры адлюстровали студенты из Мазыра. Миновитояны подтримали инициативу наставников и выступили основными ауторами твора. Декан нашего факультета предложила нам такой проект. Нас он заинтересовал, потому что это история нашей семьи, нам самим было интересно. Сначала это было в такой непринужденной атмосфере, мы просто пособирали информацию, а потом нам предложили это все оформить именно и издать книгу. «Дети войны» – уже другое выдание студентов Мазырского педуниверситета. Первым стала книга «Солдаты перемоги», у которой собраны рассказы про фронтовиков и партизанов. «Результат будет тогда, когда информация, она проживается эмоционально. Здесь не просто информация, информация, собранная самим студентом, и это информация, воспоминания родных людей, это семейная история, это его род. И вот это знание, полученное таким образом, оно с ним будет всегда. И я в них уверена, вот кто участвует в этой работе, это много студентов, вот они никому не дадут переписать историю». Доследования протягнутся, студенты начинают працевать над третьим выданием, присвеченным поколению «Пераможцев». На его сторонках будут адлюстрованы истории героев мирного часа, тех, кто послевоенная разруся, поднимал экономику краины. Это и другие новины вы можете найти в нашем телеграм-канале, а так же на сайте в интернете по адресе www.argomel.by. На этом выпуск завершен. У студии для вас працевала Ганна Кустачова. Усего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. В Хойникском районе на пожаре два школьника спасли человека, второй погиб. Возгорание жилого дома произошло в агрогородке Стреличева по улице Советской. Учащиеся 11 класса, проходя мимо, увидели пламя в окне дома. Школьники забежали в строение и вынесли мужчину на улицу. Пострадавший госпитализирован. На полу в горящей кухне было обнаружено и сильно обгоревшее тело человека, личность которого устанавливается. В Доброжском районе были обнаружены двое мужчин в бессознательном состоянии в дачном доме в Садоводческом товариществе «Строитель-3» по улице Озерной. Прибывшими медицинскими работниками была констатирована смерть хозяина дома и находившегося в гостях его знакомого. Предварительно причина гибели – отравление угарным газом вследствие преждевременного закрытия задвижки дымохода печи. В Речице произошло возгорание в квартире. Сотрудники МЧС спасли трех человек – женщину и двоих детей, которых с диагнозом отравления продуктами горения доставили в больницу. В результате происшествия в квартире закопчены стены и повреждено имущество. Вероятные причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении и шалость детей с огнем. В Жлобинском районе произошло смертельное ДТП. На автодороге Минск-Гомель «Лексус» наехал на остановившуюся в полосе торможения с включенной аварийной сигнализацией сидельный тягач «ДАВ» с полуприцепом. В результате водитель легкого автомобиля погиб на месте происшествия. На автодороге границы России, Витебск и Гомель границы Украины также произошло ДТП. Водитель «Фольксвагена» при развороте не уступил дороге и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении «Мерседеса». С телесными повреждениями водитель «Фольксвагена» доставлен в больницу. Еще одно дорожное происшествие случилось в Гомеле. Водитель автобуса «Газ» двигался по проспекту Речицкому. Во избежание столкновения с попутным автомобилем экстренно затормозил, в результате чего в салоне упала женщина. Ее с травмами госпитализировали. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Ирина Гладченко. Благодарю за внимание. До свидания. В продолжении эфира «Беларусь-4 Гомель» спортивное обозрение. В студии Никита Береснев. Здравствуйте. Металлурки «Динамо» устроили настоящее ледовое шоу в Жлобине. Команды забросили на двоих 10 шайб. Хозяева здорово начали, забросив дважды в первой половине стартового периода. Сперва голевую засуху прервал Михаил Стефанович, затем отрыв «Волков» увеличил Александр Подкорытов. Начало встречи хозяева провели мощно и вполне могли рассчитывать на большее, но пропустили после собственной ошибки. Во втором периоде «Волки» дважды пропустили в меньшинстве и не забили в пауэрплей после того, как соперник сбился на фолы. Команды ушли на перерыв при равных цифрах на табло. 4-4. Хозяева вновь перетянули игру на свою сторону в середине третьего периода. На 48-й минуте первая тройка «Металлурга» организовала гол, который в итоге стал победным. Комбинацию завершил Сергей Костицын. А через 2,5 минуты первой шайбы в форме «Волкова» отметился Владимир Кораблев. В результате 6-4 «Металлург» побеждает с теннисным счетом. Мозырская славя сыграла в ничью с Гомелем в матче 29-го тура в высшей лиге. Несмотря на ряд голевых моментов, соперники так и не смогли отличиться в ворота друг друга. Зелено-белая всего на 1 балл опережает Мозырян турнирной таблицы. Чемпионат вышел на финишную прямую. Командам осталось сыграть один тур. Победитель первенства, к слову, известен. Минская «Динамо» с отрывом занимает первую строчку. Илья Шиманович выиграл золото чемпионата России по плаванию на короткой воде. В решающем заплыве на дистанции 50 метров брасом белорусский спортсмен на четверть секунды опередил ближайшего из конкурентов. Ранее Шиманович становился серебряным призером турнира на стометровке. К слову, это золото единственное в копилке нашей команды. Всего на чемпионате России по плаванию на короткой воде сборная Беларуси завоевала 6 наград. Три серебряные медали на счету Алину Змушко. В активе белорусской делегации также серебро в мужской комбинированной эстафете 4 на 50 метров, где нашу страну представлял Виктор Стасилович, Григорий Пекарский, Илья Шиманович и Руслан Скоморошко. Команда Беларуси заняла второе место в смешанной эстафете на этапе Кубка России по биатлону. Накануне состоялась смешанная эстафета, на старт которой вышли 20 квартетов из разных российских регионов, а также два белорусских состава. Победу с 5-секундным преимуществом над нашими спортсменами одержали представители Свердловской области. Вторая команда Беларуси заняла 14-ю позицию. Накануне на первом этапе Кубка России по биатлону состояли сингл-миксты, где нашу страну представляли два дуэта. Елена Кулак и Павел Белько показали шестой результат, а Далина Сабитова и Илья Овсеенко финишировали 21-ми среди 30 пар. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Никита Береснев. Оставайтесь на нашем канале.